Предприниматель практик, основатель сервиса ремонта квартиры по готовым и культурным решениям. Управляющий партнер, да что ж такое, партнер, не пейте кофе. Управляющий партнер продюсерского колдинга, онлайн школы, составит трех отдельных образовательных проектов. Бизнес-доктор. Проводит комплексный чек-ап бизнеса и ведет до полного восстановления. Знаете, что такое чек-ап? Правильно. Коуч в среде диригирования, адаптации и управления персоналом. Является основателем бизнес-сообщества. Он здесь построен. Называется Level Biz. Тема его выступления. Как управлять бизнесом на ТТО. Алексей Бехтеев. Как управлять бизнесом на ТТО. Да, шален. Приветствую, друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Уже третий месяц, как я получаю с полной благодарностью свой адрес от своего второго партнера по проекту. Привезу своего холодного бренджа от Игоря. И просто смотрю, как человек расцвел. Как он питается энергией. Просто цветет и получает наслаждение от жизни. В середине марта этого года я уже с начала года являюсь управляющим партнером в продюсерском холдинге онлайн школ. В составе трех проектов онлайн школ. И в середине марта мне раздается телефонный звонок. Мне раздается телефонный звонок. И в телефоне я слышу голос, подавленный голос Игоря. Где он говорит? Леша, выручай. Спасай. Мне нужно срочно спасать. Я не стал задавать вопросы именно по телефону. Что случилось? В чем же причина его беспокойства? Я стал спросить, где он находится. Он мне сказал, я региональный дж.ф.ф. Я собрался и вытянулся к нему. Приехал. Говорит, что вы делаете? Подсказывает подробнее. В чем же причина твоего беспокойства? Он говорит, я устал. Я просто перегораю. Я выполняю целую кучу ненужной работы. А он является равнозначным партнером в бизнесе. И естественно это приниматель. Человек, который создает бизнес. Который управляет этим. Но сейчас сложается ситуация, где вам вынуждены заниматься ручными направлениями. Т.е. операционным направлением делают повторяющиеся действия. Процессы, которые не должен быть предприниматель. Если он бизнесмен. Если у него есть команда. Не должен быть предприниматель. И у меня появилось такое решение. Точнее у него. Он говорит, я вижу решение ситуации таким образом, что нам нужен опытный маркетолог в компании. Он больше по коммерческой части. Он больше отвечает за маркетинг. За построение оборонных продаж. И за сочинение своих продаж. Нам нужен маркетолог. Которого мы должны либо схатить откуда-то. Все же знают, что нужно схатить. То есть перенять себе в штат. Хорошего, экспертного, опытного маркетолога. Для того, чтобы он выполнял. Он забрал его ряд функций. Сейчас мы погружим операционно. Ну подожди, стоп. А ситуация в компании. Он, мягко сказать, немного ограниченный. То есть в кассе то минус, то плюс. Такой баланс на нуле. То есть то больше, то меньше. И естественно, больше штата. Или брать какого-то специалиста. Не всегда показывает сразу нагаренный результат. Как показывает практика. Скорее всего, это будет еще дополнительный тракт. По крайней мере, первый там. Три месяца. Приблизительно. Вот. И я открываю свой мой блог. И показываю ему структуру. Нашей компании, нашего холдинга. За два месяца я успел накидать. В текущую картину. И распределил роль. Ну, кто чем занимается. Какой функционал выполняет. И как он сказал. В следующий оратор. И какую функцию. Какой конечный результат приносит компания. И я не говорю, что посмотрите. Какие функции должен выполнять тот человек, которого мы наймем. Тот маркетолог. Какие вот из этих, описанных в нашей компании функции он должен выполнять. Он ее перечислил. И исходя из того набора функций, я понял, что у нас есть специалист, который идеально просто, идеально подходит под этот аватан, под этот персонаж. Под эту должность. Им оказалась Марина. Она в прошлом, до этого момента, до нашего нашего разговора была исполнительным директором в одной из компаний, в одном из проектов. И она имела опыт, навыки, именно в коммерческой части. То есть и в упаковке продукта, и в предоставлении продукта, и в трафике, и в продаже. То есть она долгое время работала руководителем отдела продаж. Долгое время возглавляла коммерческий департамент. Тоже такое онлайн образование в компании. Вот. И Игорь сказал. О, точно. Очень интересная, очень интересная картина вырисовывается. Теперь надо бы понять, как ее к нам привлечь. Да, вот. И сделать такую некую ротацию. Подложить ей вариант, которого она бы перешла в той должности, которую она сейчас возглавляет. Ну, я сразу скажу, что у нее навыков именно управления, как компания исполнительным директором, да, там никогда не было. То есть опыта и навыков такого нет в управлении. А вот коммерческая область у нее достаточно большая. После чего мы определились с ним, что мы завтра же встречаемся с Мариной, назначаем ей встречу. И Игорь делает некие предложения по смене должности с исполнителем директора на тренерического директора всего входа. То есть по трем проектам. тем самым, Игорь получил какой результат? Лишился исполнительного директора. Лишился исполнительного директора. Еще версий? Нашел он. Конверческое директор, ахахахахаха. Да. Он выставил свою работу. Да, все верно. Александра просто идеально. Попадание. Он выставил себе личное время. Что такое время? Для каждого предпринимателя это самый главный ресурс, который нерасполним. Его нельзя отмывать обратно, вернуть, купить. Время – это та ценность, за которую охотятся все. И как мы можем экономить время для того, чтобы получать максимальный результат? Это его экономить. Правильное, эффективное распределение времени дает нам экономию и высвобождение времени. Соответствие мы можем тратить на свою семью, на отдых, на хобби свои, на какие-то увлечения, на развитие компании, на свое образование, на получение новых навыков и умений. Скорость. Скорость. Именно скорость определяет ту позицию, которую предприниматель или бизнес занимает на рынке. То есть на какой позиции? Либо ты номер один, либо ты где-то там попитанный берешься кем-то, да? Я приведу такой пример. Я никогда все знаю. Я никогда все знаю. Компании, те, которые создали лучший вариант правильного, эффективного распределения времени, некое конвейерное производство. Вот что приходит на ум? Какая компания? Какой кром? Где используется конвейерное производство? Какие-то лидеры? Дональдс. Дональдс. Ещё какие-то варианты есть? Автомобильные все. Да? То есть это конвейерное строение? От конвейерного производства, от производства снающих. Самое успешное использование технологии экономии времени, это создание конвейерного производства. Как говорил, повторюсь, Андрей, он говорил, технологии быть, делать, иметь. То есть это входящий какой-то поток данных, обработка и результат. Конвейеры устроены по такой же системе, по такой же цикличности. То есть если на каждом этапе будет распределена конкретная зона ответственности за каждое действие на всем промежутке конвейера, то мы получим, что один человек, допустим, одно звено, будет выполнять одно действие. Так был устроен конвейер Генри Форта. Создатель Автомобиля Форд, он использовал такую технологию. То есть он брал, нанимался на работу людей с ограниченными ответственностями, то есть с ограниченными возможностями. То есть он говорит, да, в те, которые там не ели на конечности. И он распределял не в том, что тоже люди, да, и тоже хотят зарабатывать деньги. И он распределял их не потому, что они там какие-то инвалидные или люди с ограниченными возможностями, а он смотрел их сильные стороны. И вот создание их сильных сторон, то есть поиск этих сильных сторон и постановка на те места, где они могут максимально принести пользу, дает возможность сборки такого конструктора, конвейера. Там, где, допустим, человек без ног, он использовал сидячую работу, да, и выполнял ему память что-то. Без одной руки он закручивал там одну гайку. То есть каждый делал одно действие, и в итоге это экономило время. Там разы. Экономия времени дает возможность масштабирования. То есть на одну единицу времени мы получаем больше производительности. Это вот мораль всей всего конвейера. Так и у Макдональдса, да. Совершенно верно. То есть есть каждая зона ответственности каждого человека, где он выполняет и отвечает за свой конечный результат. Что еще? Что еще нам дает систему в бизнесе, которая дает возможность масштабироваться? Помимо конвейерного типа? Ну, как и регламент, написание... Дорожная карта. Есть еще варианты? Какая-нибудь IT-система. Распределение обязанностей. Люги. Команда. Те люги, которые... Да, и мы можем привлечь их двумя способами, да. Первый способ, как мы уже проговорили, это модель Генри Форда, когда он брал сильные стороны каждого и составлял некую композицию. И второй вариант, это как делал Стив Джобс. Да, все мы знаем. Стив Джобс? Да, нет? Да. То есть он брал лучших себя в команду. Если кто смотрел фильм или читал знаком с его историей, он Стива всегда привлек... Потому что он был лучший, он создатель некой платформы, операционной системы. И он позвал, пригласил на работу человека, который занимался системой охлаждения, кулеры создавал. Он сказал, что это невозможно сделать бесшумный кулер. Да? Он говорит, я в тебе верю, тебе 100% получится, сколько там надо денег. Вот, он с ним договорился. То есть он взял, он брал лучших. Всегда у него в команде люди лучшие. То есть есть два варианта создания идеальной, высокоэффективной команды. Да? Это либо распределение сильных сторон, использовать сильные стороны каждого, чтобы он дал максимальный результат. Либо привлечение лучших. Какой выбирать? В принципе, ли они у вас хороши? Несочетание тоже. Несочетание тоже. Несочетание тоже. Да. А если девушки, то девушки смотрят, девушки не подняли руки и никто не страдает. Вот. Мужчины, да. Кто бы хотел, хорошо, проводить больше времени со своими родными, близкими, ездить на отдых, заниматься своим копией. Больше времени на это как? Все, да? Да. Отлично. Я затронул в своем наступлении всего лишь несколько, два-три элемента, которые дают возможность систематизировать бизнес. Сделать так, чтобы меньше работать, меньше тратить времени на работу и получать при этом больше результатов. Доход, деньги. Кто хочет больше зарабатывать, меньше при этом тратить времени? Отлично. Значит, я предлагаю, что делать. Напишите мне в Инстаграм. Если сможете разобрать. Это был такой ход, специальный. Да. Слово. Оно слово. Время. И я для вас скину чек-лист, там где будет десять таких пунктов, которые позволяют высловывать свободное время и масштабировать свои результаты. Или это бизнес, или это личностный какой-то рост. Поэтому напишите слово время. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.